Здравствуйте. Я Шевина Заметова, я Кашкир Маганов. Я пошла в наблюдателей по зубу-сердцу. Я член избирательной комиссии с правом совещательного голоса. У меня есть определенная обязанность и определенные права. Я хочу несколько слов сказать о том, как все проходило. Так, участок город Стерлитамак, Башкортостан. Участок избирательной комиссии 654, что находится на базе школы номер 20 возле марш-заводской полиплиники. Те, кто относится к этому участку, тоже послушайте, как проходил подсчет голосов на этом участке. Председатель комиссии Юхнова Лариса Михайловна, секретарь комиссии Валиева Лесян Сахудзиновна, вместо подсчета голосов, как полагается, устроили настоящий бардак. Значит, нам, наблюдателям, выделили место за их спинами. Причем не за спинами, где они сидят, а за спинами, где они стоят. Я изучила спину Юхновой Ларисы Михайловны, спину попу. Я изучила спину секретаря Валиевой Лесян Сахиоловны. Я изучила спину и попу девушки в синем платье, можно по видео посмотреть, которая представилась, я звать как не знаю, которая представилась, что она юрист. Я изучила еще сзади вид очень красивой девушки, которую зовут Роза Жоржевна. Ну вот, в общем-то, вот эти четыре спины довольно-таки не узкие. Сквозь эти спины ничего не было видно. Подходить нельзя, снимать только вот их спины. Значит, ориентируйтесь на голос. Мы диктуем, какие голоса. Я говорю, мне этого недостаточно, мне нужно как наблюдателю видеть, какой голос куда идет. И на самом деле этот голос за определенного кандидата или нет. Я за честные выборы. Кто победит, тот победит. Но выборы должны быть честными. Теперь, значит, когда мне сказали, что я не могу снимать, вот я могу положить камеру и пройти со стороны, как сказать, спереди на комиссию на эту смотреть, которая перебрасывает, не перелистывает, а перебрасывает эти бюллетени. Хорошо. Я отключила камеру и прошла вперед. Когда был подсчет голосов, я просто встала и вот так смотрела. Я своими глазами видела, как пачку КПРФ передавали не по одному бюллетению, а прям пачками передавали. Я тут неожиданно просто спросила у девушки, я говорю, перелесните вот предыдущий лист. Она перелеснула, а там совершенно за другую партию бюллетень лежит. То есть пачками передавали, пачками передавали, и получилась вот такая пачечка. То есть в этой пачке были за другие партии. Потом, значит, меня передо мной встала, Юхнова, встала передо мной вот так, и меня спиной как бы отталкивает, что вы не имеете права здесь стоять. Я говорю, а где я имею в виду стоять? За вашими попами, что ли? За вашими спинами? Ладно, теперь, значит, пока меня она отвлекала, постоянно отвлекают, скандалят. В синем платье вот эта девушка-юрист и председатель Юхнова Лариса Михайловна постоянно меня отвлекали. В это время мне уже другой, там я еще видео не просмотрела, мне говорят, что там уже что-то переделывают, переделывают в этих. Потом мне пролистали эти, значит, бюллетени с Единой России. Да, они совпали, хорошо, но за Гельмудзинова вот эту пачку мне так и не показали. Я говорю, мне ничего не... я ни за кого, можно сказать. Или я за честные выборы. Вы мне просто пролистайте вот эти вот за Гельмудзинова, покажите. Да, хорошо, нет, значит, поменяйте. Так и свернули в рулон, сразу скотчем обмотали. Я, когда это делали, я, по-моему, даже прямой репортаж ВКонтакте вела. То, что происходит фальсификация выборов, то, что голоса передают одного другому. То есть Лариса Михайловна Юхнова сделала таким образом, что те, кто приходил голосовать на этот участок 654 при школе номер 20, те, кто проголосовал, ваши голоса, извините, не были учтены. Лариса Михайловна сама знает, за кого вы должны были проголосовать. Это ее право, она считает так. Я, конечно, так не считаю, но я ничего не смогла сделать. Значит, Лариса Михайловна работник отдела образования. Я не знаю, за что там она отвечает, учитель математики, я так поняла, бывший зауч 5-й школы. Вот просто мне уже, как говорят, я за это, конечно, хорошо получу. Я, ну, получу-получу, значит, заслужила. Так, но, как работник образования, она мне все время за, я писала жалобы, но уговаривали до последнего, до вечера, эти жалобы не подписывали. Мне, я по две жалобы, два экземпляра всегда жалобы писала. Значит, ну, мы работники, мы в одной системе работаем. У меня никогда жалоб не было. Я вот сколько лет работаю, никогда жалоб не было. Ну, смотрю, думаю, таких вбросов нет. Вбросы, если были, ну, 9 бюллетеней бросили, потому что у нас расхождение в 9. Ну, я думаю, может, мы сами пропустили. Ну, смотрю, вроде как, если грубых сбросов не было, ладно. Мы простили, сравняли там и все. Но, значит, по ходу, по ходу, по ходу вот этих трех дней были ошибки много. Мы потом уже вот глаза настолько привыкли видеть людей, которые не с этого участка. Было очень много пешеходов, так называемых, да, каруселили, пешеходили. Я даже вот несколько примеров приведу. Значит, подходит парень, я сижу смотрю, подходит парень, подает, значит, даже подает паспорт. Девушка смотрит его, значит, фамилию читает, по фамилии находит в этом, как его, в журнале. Поворачивает ему, чтобы он расписался. Но, вот почему-то вот мне чуйка подсказала, что это не, это, как сказать, не тот человек, который должен расписаться. Я подошла, я говорю, покажите мне фамилию, за которую он расписывается. А мы же не имеем права. Сейчас же сделано так, чтобы мы ни на что не имели права. Нас же там как кукла, меня как куклу на три дня посадили, получается. Я не имею никаких прав, якобы. Ладно, теперь, значит, я парню говорю, покажи мне, пожалуйста, паспорт, а, фамилию покажи. Он показал, Битуев, покажи фотографию. Фотографию показал, я смотрю, одно и то же. Это его паспорт, да. Теперь, значит, тут же подскочили секретарь с председателем. Что, что, что случилось? Я говорю, покажите мне фамилию. Вы не имеете права, это, ну, как обычно, да, ведь? Не имею права. Теперь, значит, ладно, я говорю, я хочу знать, за кого. А эта девушка растерялась. Как зовут, я их никого не запоминала, не старалась. Но в этот день у нее был юбилей 45 лет. Вот те, кто там работает, те, кто там учится, они определяют, что это за девушка, у которой юбилей в эти дни был. Вот. И они знают своих учителей. Теперь, значит, а девушка мне не показывает. Я не имею права, я не имею права. Я говорю, ну, кому-то, вы же его фамилию нашли. Я не буду, вы мне только фамилию покажите, мне номер, паспорт, ничего не нужно. Нет, я не имею права. А сама, вот, знаете, она сама готова провалиться. Тут, значит, председатель Юхнова, Лариса Михайловна, берет его паспорт. Ой, вы не с этого участка. У вас прокиска не отсюда. Я говорю, да что вы говорите. А эта девушка, ну, я просто не успела. Я, вернее, я первый раз наблюдатель, и я просто неопытна в этом. Я бы дала ему расписаться, а потом бы подняла вот этот вопрос. Но, значит, я говорю, ну, девушка уже повернула ему, и он приготовился расписываться. Ладно, тут опять жалобу. Я говорю, хорошо, я буду писать жалобу. Ну, тут опять, ой, мы с одной системой, вот, пожалуйста, у меня вот никогда не было. И вот таких случаев, знаете, было очень много. Теперь, значит, я вот просто стою, смотрю. Вот заходит молодой человек, заходит, глазки бегают. Я смотрю на комиссию. Комиссия смотрит на меня. Я его веду глазами. Или просто телефон вот так просто держу, и вот просто веду, как будто снимаю. Он подходит, у него берут паспорт и смотрит прописку. Ой, вы не отсюда, у вас не эта прописка. Таких пешеходов было много. Теперь, значит, то, что происходило при подсчете голосов, я еще раз повторю. Уважаемые избиратели, ваше волеизъявление было нарушено, я так мягко скажу. На ваше волеизъявление, я бы так сказала, наплевали. Потому что председатель избирательной комиссии номер 654 при школе номер 20, город Стерлитамак, Башкортостан, считает, что она сама знает, за кого должны эти избиратели проголосовать. Фальсификации было достаточно. И я думаю, что за Гельмудинова, вот у меня прям, как сказать, слов нет. Я говорю, вы покажите мне, полистайте. Я сейчас в эфире просто извинюсь перед всеми, что я виновата, что я наговорила на вас. Но, естественно, они этого не сделали. Почему? Потому что там были бюллетени других кандидатов. Я хочу извиниться перед всеми избирателями участка номер 654, который был на базе 20-й школы, город Стерлитамак, Башкортостан. Я хочу на самом деле перед вами извиниться, потому что мне не получилось. Я не смогла выполнить свой гражданский долг и проследить, чтобы выборы были честными. Выборы на этом участке были нечестные. Я виновата перед вами. Простите. Все.